Ситуация с венами на ногах во многом диктуется состоянием поясничного отдела позвоночника. То есть на текущий момент это у нас уже пятая оправка и начальные снимки я постараюсь достать и показать. То есть мы видим несколько слоев, скажем так, венозных проблем. Были вот такие области. Те, что сейчас имеют цвет практически не отличный от кожаных покровов, на первой правке были размером, как я обвел, и ярко-фиолетового цвета. И таких пятен было вот с такой плотностью. Вот область, которая больше всего похожа на то, что было изначально. То есть очаги, которые склонны даже сливаться между собой и в принципе заполнять всю кожу. Как я уже сказал, последняя правка, отечественность мы согнали, а вот венозная вот эта вот сетка, поврежденная, она вот в этой области еще сохранила свою картину. Здесь сейчас на пятой правке мы имеем вправленную поясницу с небольшим смещением в грудопоясничном переходе. То есть если провести прямую линию, то одно из смещений остается. Эта область самая сложная для правки, но она напоследок и оставлена. Хотя мы с ней безусловно работали. Вот самое яркое из того, что были. Вот такого цвета были все остальные пятна, но площадью, как я обвожу. Почему все это в принципе стало возможным? При зажатии нервов, которые идут на ноги, нарушается не только функция движения, но и функция трофическая. То есть нерв определяет в той области, куда нерв приходит, он определяет, какая ткань, сколько питания получит. Если нерв пережимается, то ткани, скажем так, талончиков на еду не получают. И выражается это в том, что было. Разумеется, на первой правке больно и страшно, и никто не хочет снимать то, что было, чтобы было с чем сравнить. Но если у вас уже есть ситуация, то вы и сами представляете. То есть говоря, что функция питания нарушается, я имею в виду, что... Сейчас... Вот. То есть мы видим, что след от носка глубокий, с стойким изменением цвета кожных покровов. Здесь и сегодня вообще вот этого пояска не было. То есть это как минимум со вчера. То есть кожа настолько замедлила свое восстановление, что на ней остаются следы. Не знаю, насколько здесь видно, но функционально нагруженные области кожи желтого цвета относительно естественного кожного. То есть их питание ярко нарушено. Величина венозной сетки здесь... Вот так. Величина венозной сетки очень большая. То есть практически каждая подкожная вена видна. Что такого должно произойти было, чтобы вот эта вот ситуация, которую я только что показал, чтобы она стала возможной? Для этого нужно было иметь смещение в грудном поясничном отделе, смещение крестца относительно таза и огромное-огромное количество спазмов на всех мышцах ног. Смещение в груди и особенно в грудно-поясничном вот этом вот переходе, где я показывал, что самое трудное место. Почему она сама трудная? Потому что, во-первых, в этом месте мы больше всего совершаем движение, именно на этом участке, это раз. Второе. Ножки диафрагмы крепятся в том районе, а диафрагма это та структура, которая, если мы ведем пассивный образ жизни, она в основном, она создает давление в животе. А давление в животе, это принципиально важно, чтобы я разогнулся. На самом деле любой человек, мужчина или женщина, потому что диафрагма, помимо того, что она создает внутрепрюшное давление примерно на вот этом уровне, диафрагма купол и купол диафрагмы, который идет вот так вот, показывает, ну вот в такой форме, он при работе, уплощаясь и укуполясь, увеличивая свою привязну, в этом месте, ну, пониже, вот здесь, содержится, больше всего напоминает грушу для тонометра, то есть примерно около 150 миллилитров, мешочек такой с клапаном. В этот мешочек лимфа с нижней половины тела приходит, сам этот мешочек качается диафрагмой при дыхательных движениях, благодаря клапанной системе, лимфа вся с нижней половины тела через этот вот вместо насоса идет к сердцу, впадает в воротную вену, лимфа возвращается в кровоток. Ну, она перед этим, разумеется, прошла через лимфатические узлы, так вот, чтобы создать давление в животе, должны работать мышцы все-таки бокового прямого пресса, одна диафрагма, давление не увеличит. Ведь при дыхании я дышу не только грудью, у меня еще меняется объем брюшной полости, да, это немного, но весь подъем жидкости от пятки до уровня сердца строится на том, что у вены и у лимфатических сосудов есть клапаны, сдавливаешь, оно поднимается вверх-назад, не опускается, клапан мешает, то есть вот это пульсовое воздействие. Для голени это работа, ее, соответственно, мышц, почему нужно ходить, для бедра это работа тоже мышц, почему нужно ходить, а вот для живота с груди, это в первую очередь дыхание. Так вот, мышцы живота, они не подвержены как таковой слабости. Очень многие люди думают, что вот мышцы нужно укреплять, то есть качать. Ну нет, мышцы либо работают в повседневности и имеют достаточно сил для обеспечения, ну уж самого-то собственного тела, да, самки, там, движения, всего остального. Мы не говорим сейчас про спорт, мы говорим про относительно обычную жизнь. То есть мышцы живота перестают работать в обычной ходьбе, если женщина ходит на каблуках. Разумеется, в анамнезе ситуации, которую мы сейчас разбираем, каблуков было достаточно много. Ну, сильно в детали погружаться не буду, будет отдельное видео, но, когда ты ходишь, ну, в общем, если обувь неправильная, особенно, если опора пятки завышена, то нарушается взаимодействие бедра и голени, и амортизационная функция ноги, она выключается, и чем выше каблук, тем хуже выключается, а 10-12 сантиметров, все, амортизации вообще нет. При этом плоскость таза начинает заваливаться назад. Да, визуально, как бы, выпячивание пятой точки, это может быть даже красиво, вот, хотя я бы так не сказал, но плоскость таза начинает валиться, мышцы живота, они ведь особо не будут терпеть вот это вот свое перерастяжение, они просто отдадут, расслабятся, ну, если женщина живет на каблуках. Вот, поэтому в животном не все так просто, то есть, во-первых, это каблуки, если мы говорим конкретно про живот, то, во-первых, это каблуки, во-вторых, это безусловно, поясничный отдел позвоночника, в-третьих, это малоподвижный образ жизни, четвертое, это непонимание того, что поперечно-полосатая мускулатура, хотя она вроде бы везде одинаковая, все-таки разные участки, участки тела работают по-разному. Если, например, для рук, вот, для плечей основная работа, это силовая, поэтому имеет смысл брать большой вес и начинать накачивать банку, то, например, для косых живота основная работа, это монотонная, но ритмичная, ну, опять же, ходьба, ну, собственно, природа, для чего все это делал, и лишить их именно такой работы, но вместо этого ходить в спортзал и накачивать, разрушает структуру. Именно монотонная работа, при условии, что мы уже выровняли позвоночник, позволяет прокачивать, прокачивать и еще раз прокачивать жидкостью, чтобы нормализовывать их баланс. И этот пункт никуда нельзя убрать, сократить здесь не получится. Каблуки, помимо того, что перекашивают плоскость таза, они еще заставляют мускулатуру голени и бедра, соответственно, работать, опять же, в тоническом режиме. Это совершенно не свойственный для них образ действия. Чтобы прокачивать по вене с клапанами, да хоть бы и по лимфатическому сосуду жидкость, нужно, чтобы по ней прокатывались валики мышечного напряжения. То есть, когда я напрягаю мышцу, она, соответственно, формирует валик. Когда я расслабляю, этот валик как бы уходит. И за счет клапанной системы вот и получается насос. Когда женщина берет каблуки 10-12 сантиметров, она полностью вся вытянута в струнку, но нужно ясно понимать, что ты уже в спазме. И здоровое тело больше двух часов без последствий спазма не выдержит. Ноги отекают, на самом деле, в течение получаса. И никому эта идея особо не нравится. И у меня была не первая женщина с такими ситуациями. И мне кажется, что не последняя. Нужно ясно понимать, что если каблуки это украшение, то любое украшение это создает определенное неудобство. Но это правда украшение и правда создает неудобство. Соответственно, к этому нужно относиться именно так. То есть, два часа в день, пожалуйста, можете ходить подряд. Продолжение следует...